Все, кто подписан на канал, уже, наверное, заметили, что в будние дни на канале выходят ролики и сюжеты про автомобили, в выходные дни выходят сюжеты о недвижимости и жизни. И сегодня как раз у нас воскресный выходной день. Друзья, я читаю все ваши комментарии, вижу ваше настроение и стараюсь угодить всем. Недавно мы снимали квартиры в Москве, которые, в принципе, можно считать действительно дорогими. Сегодня же мы приехали в Московскую область, в город Балашихов. И прямо сейчас вы услышали одну из самых частых ошибок при названии этого города. Неправильно поставленное ударение. Правильно ставить на третий слог. Балашиха. Балашиха считается центром Московской области и является крупнейшим городом области. Основан город в 1830 году. Население города составляет по официальным подсчетам порядка 507 366 человек. Но в реале здесь людей проживает, конечно, гораздо больше. Куда нас пригласила интересная девушка, которая говорит, а вот ты приедь и покажи людям историю, как я мигрировала в Москву, как я начала зарабатывать, как я смогла скопить денег на первоначальный взнос и купить себе однокомнатную квартиру в ипотеку. Таким образом, сегодня мы познакомимся с замечательной девушкой Еленой, которая расскажет нам интересную жизненную историю. Мы пойдем к ней в гости, и она покажет, что она купила, сколько денег она вложила в ремонт, чем она занимается, чем она зарабатывает. В общем, этот сюжет будет действительно не выдуманный, а настоящий, из реальной жизни. Приятного вам просмотра. Мы идем за Еленой. Как вы знаете, в последнее время мы снимаем достаточно большое количество сюжетов про недвижимость. И мне отец говорит, вот ты едешь по квартирам, по домам, приобрети себе тепловизор, потому что для материалов, для контента, для полезности это будет в тему. Я залетаю на Marketplace Geox и заказываю себе, ребята, тепловизор SIG Thermal Compact. В Geox вы можете найти себе новинки из мира технологий, электроники и все различные передовые гаджеты со всего мира. Можно купить именно там. Так вот, теперь у меня есть компактный тепловизор, который помещается мне в ладошку, друзья. Так еще он идет в защитном боксе. На самом деле, вещь очень крутая и технологичная. Сразу хочу сказать для всех тех, кто скажет, что это игрушка, он не рабочий. Значит, если вы запрыгнете в интернет и посмотрите на него полноценные обзоры по 20 минут, там люди ходят с тепловизором профессиональным, который стоит 2 миллиона рублей. И показывают, в чем разница. Вот эта вещь, вот допустим, дом ты строишь, квартиру там отделываешь, дачу, она хватает вот так за глаза. Он работает на 99% корректно. Для такой вещи это очень хороший результат. Перечислять вам все возможности и характеристики данного прибора я не буду, потому что оставлю ссылочку на него в описании, перейдя по которой вы все сможете детально почитать. Друзья, скачивается приложение, проходится простейшая регистрация, а дальше это просто чудо, да? Вставил все, тепловизор собран, тепловизор готов к работе. Далеко ходить не будем, я вам покажу просто на живом примере. Вот стоит дверь. Соответственно, у нас идет по периметру обрамление железное. Давайте посмотрим, как это все дело выглядит через тепловизор. Здесь есть возможность делать запись. Значит, что мы видим? Если мы поднимаем вверх-вниз, то как раз где идут железки, там идет синий оттенок. А синий оттенок, это значит то, что проходит холод. Есть 9 различных вариантов окраса. Соответственно, красный это тепло. Ну вот видите, да, сегодня еще погода на улицах как бы хорошая. Он точно так же показывает еще и температуру. Соответственно, с температурой небольшая погрешность есть, но для этого прибора она плюс-минус на хорошем уровне. Можно наводить на окна, на окна то же самое, да? Соответственно, это с окнами. А если вы где-то делаете, стены собираете, вот там он вам может быть максимально полезен. Прибор работает на разности температур. У нас есть морозильный лай. И вот здесь показать его работу лучше всего открываемого. Это я вам демонстрирую просто как пример. Вживую, естественно, в своих применениях вы можете посмотреть его в разных местах. И вот они у нас лежат, смотри-ка, светятся красные. Его даже покупают для того, чтобы охотиться. Когда люди ездят на охоту, добычу подбили. И вот в темноте ходят с тепловизором, смотрят ее обнаружение добычи. Вон она побежала, побежала добыча, побежала. Таким образом, с помощью этого прибора можно обнаружить утечки тепла или холода, выявить проблемы с электропроводкой, поиск мест локального нагрева или перегрева техники. В описании к этому ролику я оставляю ссылочку, перейдя по которой вы можете познакомиться с продуктом, почитать про него все более подробно. А также оставляю промокод SIK1, который подарит вам минус 1000 рублей при покупке. Все подробности и все полезные ссылки ждут вас в описании. Лен, спасибо большое. Очень было приятно, когда ты написала. Расскажу вам кратенькую предысторию. Лена подошла с такой ответственностью, что она мне прислала кратко полное резюме. Кто она, откуда она, как она купила квартиру. В общем, все детально, все в подробностях. Так плюс еще при этом приложила видеоролики, где уже кратенько все рассказала. И таким образом, я в принципе уже большую часть информации, которую расскажешь, ты знаю. Но тем не менее, давай начнем от обратного. Мама. Насколько я знаю, в Москву ты переехала, когда тебе было 15 лет, ты приехала с мамой. До того, как переехать в Москву, где ты проживала? Я проживала в республике Калмыкия. Это на юге России. Училась в школе. Что подвигло твою маму переехать в Москву? Заработок. 13 лет мне было, когда мы переехали. Я там заканчивала 9 класс. Что касается переезда, в Калмыкии там очень сложно с работой, в принципе, и с зарплатой. Там официальная зарплата, там максимум 15 тысяч потолок. Когда вы переехали в Москву, куда вы приехали первым делом? Мама за год до этого еще переехала. Я наснимала квартиру. Кажется, текстильщики. Я пошла сразу в колледж после 9 класса. Оценки у меня были хорошие. МФИО в колледже, если слышали. То специальность какой ты его закончила? Государственное муниципальное управление. После колледжа я сразу пошла работать и поступила на вечерку. И на вечернем отучилась, наверное, меньше года. И после этого ушла с университета. И, наверное, через год опять поступила, но уже на заочку. Но в итоге высшее образование получила? Да. Я начала работать с 16 лет. Работала официанткой 2-2, там по 5 часов в день. Примерно год я отработала официанткой в «Елках-палках» на Алексеевской. После этого я также решила идти по вот этой истории. И работала официанткой в ресторанах, в ночных клубах. Больше года в каком-то месте я не задерживалась. Как правило, у официантов вся зарплата складывается из чаевых. То есть есть минимальный оклад. Вот по твоей памяти, какие были крупные чаевые? Сколько вообще удавалось на разных местах зарабатывать денег в месяц? Я работала в этаже на Тверской. Там в сутки, во-первых, мы работали 5 дней в неделю. И в среднем доходило до 5-7 тысяч. Но это на тот момент вообще хорошее имплата, что он давно уже закрылся. Вообще официанты достаточно хорошо зарабатывают. Особенно по тем временам, не знаю, как и сейчас. То есть тебе, как молодой девушке, хватало денег вполне? Да. То есть ты не жаловалась, особенно после приезда с Калмыкии. Ты знала, какая жизнь там, и ты увидела Москву. И, соответственно, тут еще ты и с денежкой. Конечно, конечно. Заработок был достойный, учитывая то, что я училась. Плюс я сама себе покупала вещи. Адидасские кроссовки тогда были очень модные. Каждый месяц, каждые две недели их менять. До 2020 года вы снимали квартиру? Да. Где вы снимали? Последнее место жилья. Мы с мужем снимали в Некрасовке. От метро, наверное, минут 5-7. Сколько цена была квартиры? 30 тысяч. В 2020 году в вашей жизни происходят значительные перемены. Да. Появляется в голове план покупать свое жилье, хватит снимать. И, естественно, этот план, как обычно, сопровождается взятием ипотеки. Вы скопили первоначальный взнос. И вот в этом замечательном синем доме, друзья, я вам показываю скоптера, оцените. Закрытая своя территория. У него есть несколько своих детских площадок. Качество площадок вы видите на экране, но они есть. Соответственно, парковочная зона и дом внешний вроде бы и неплох. И вот здесь ты в 2020 году в ноябре за 4 миллиона 350 тысяч рублей покупаешь однокомнатную квартиру площадью 46 квадратных метров на первом этаже. Да. Первый этаж смутил? Очень многие люди не хотят первой и последней. В тот момент, когда я брала, меня это не смутило. Я думала, что первый этаж, какая разница, мы же все равно пару-тройку лет тут поживем и съедем. Продадим, возьмем новую. Но уже сразу я начала понимать, что когда нет балкона, раньше всегда я использовала балкон как место хранилища. Что-то вроде этого. Плюс, это я недавно заметила, буквально месяц назад, уже после того, как мы сделали ремонт, что от подвала как будто чем-то пахнет. Ну, плюс, само собой, конечно. Ну, то есть, в квартире все равно есть какой-то такой необычный сценический. Странный, неприятный запах. Да, да, запах. Когда вот заходишь, вроде как моментально к нему привыкаешь, не чувствуешь это. Но вот в момент открытия двери тебя прям встречает это. Ну, мы сегодня с вами, друзья, понюхаем, затестируем. Вообще ощутил. На сегодняшний день ты отсюда до работы добираешься три часа. Это туда и обратно, то есть полтора часа в одну сторону. Ближайшая станция метро здесь какая? Я еду через Новогиреево, но еще есть Щелковская в ту сторону. До метро сколько добираться? На маршрутке 35-40 минут. Это утром, как обычно, когда все едут на работу по пробочкам, потолкаться? Я просто не выезжаю в 7-8 метров в самый час пик, потому что знаю, что я буду стоять, поэтому я выезжаю после в 9-10. А, у тебя такая возможность есть. Соответственно, если бы ты выезжала бы на работу пораньше, то ты ехала бы не 35-40, а, наверное, весь час. Да, а то и больше. Офис у тебя где находится? Кожуховская. Слушайте, друзья, здесь можно долго разглагольствовать, но самую основную информацию вводную мы вам рассказали. Пойдемте, сходим в гости к Елене, посмотрим, что они купили, как выглядят эти квартиры. На самом деле, планировка меня, в принципе, удивила. Я думаю, вас она точно удивит, по крайней мере, один элемент точно. Но болтать не будем, пойдемте в гости. Лен, а как вообще упал взгляд-то на Балашиху? До этого вы жили Москва, Некрасовка, а тут Балашиха. Вроде как вообще не ваша тема. Вообще, я не знаю, как так получилось, потому что это в основном муж. Я хотела максимум Люберцы, смотрела в основном ЖК-самолет, ЖК-люберцы. А бывали мы там в тех местах? Потому что там 10-12 минут от метро на автобусе, и я рассматривала этот район. Но муж решил, что Балашиха, Балашиха. Ну, когда вы приехали сюда первый раз, запарковались, вышли к дому, как он тебя вообще в целом этот райончик впечатлил? Мы просто до этого несколько квартир смотрели ближе от метро, то есть в центре Балашихи. И я думала, ну, 15-20 минут от метро, в принципе, нормально. А потом мы начали смотреть квартиру все глубже, глубже, глубже. В связи с тем, что нужна была пониже, пониже цена? Нет, они все примерно тогда одинаково стоили. 4 500, 4 350, 4 700. Вот, ну, нас цена, в принципе, устраивала. Но все были какие-то убитые или маленькие. Или вроде как на фотографии они хорошо, а приезжаешь, там, флинтус, полы, все ужасно. И вам еще в идеале нужна была квартира, в которой уже будет, в принципе, хороший ремонт, чтобы вы могли сразу заехать и жить. Да, мы так планировали. Ну что, пойдем смотреть, что тут у тебя есть. Друзья, честно скажу, по первому виду, когда заезжаешь во двор, в принципе, неплохо. И дом так солидно вроде бы сделан. Смотрите, еще и львы стоят. Есть, конечно, косяки с точки зрения там детской площадки. Ну, видно то, что ее нужно доработать. Песочку свежего, порядок навести. Но будем рассматривать то, что сейчас весна, начало. Возможно, попозже будет чище. В подъезд заходим с консьержем. Все чики-чики, аккуратно. Ну, все уютно. Очень часто в комментариях к таким сюжетам я читаю. Москва не Россия, все это понятно. А вот ты съезди по регионам, покажи жизнь настоящую, как люди живут. Друзья, сейчас я вам на экран увожу инстаграм канала, на который вам нужно подписаться. И 22 апреля там будет публикация с первым городом, в который мы отправимся, как говорится, по регионам. Город он у вас у всех на слуху. Поэтому это будет действительно интересно. Ехать нам до него примерно 8-10 часов на автомобиле. Мы приедем туда с ночевкой. Специально для того, чтобы издоснять полноценный интересный сюжет, который вы увидите на канале. Где мы пообщаемся с людьми, послушаем, что они расскажут. Каково им проживать, какие цены, какие доходы. Почему не хотят переехать в Америку, Челябинск, Екатеринбург, Москва, Санкт-Петербург. В общем, что им нравится у себя дома, что не нравится. Таким образом, это будет действительно интересный сюжет. Впереди весна, лето. И таких роликов на канале будет выходить больше. Поэтому обязательно подпишитесь, если вы еще не подписаны на канал. И подпишитесь на инстаграм-канал, потому что там будут всегда выходить анонсы. По стандарту мы заходим в гости. Друзья, первый этаж, 46 квадратов. Люди купили квартиру. Местами я вам покажу, что в каком состоянии было. В ремонт, в косметический, назовем его так, они вложили примерно 350 тысяч рублей. Сюда же входит частично что-то из техники покупали. Ремонт делали полностью сами для того, чтобы денег сэкономить. Вот смотрите, нас встречает в принципе уже, да, большая прихожая. Начну даже в первую очередь с санузла в этот раз. Почему? Потому что когда я его увидел, он меня ну просто-напросто впечатлил. За этой стеной санузел. Он объединенный там, туалет и ванна. Вот вы просто можете себе представить, какого размера он будет? Пойдемте. Это просто пипец. Вы гляньте, здесь просто не то, чтобы санузел. Здесь, мне кажется, можно даже отдельно поставить сауну, поставить дополнительно какую-нибудь кабинку. Но он просто для однокомнатной квартиры. Он просто огромный. Как рассказывает Лена, видимо, была сделана перепланировка. Потому что раньше где-то здесь проходила стена и он был раздельный. То есть шла дверь, ты заходишь, у тебя туалет, открываешь, у тебя ванна. Предыдущие владельцы зачем-то сделали так. Хотя раньше здесь была дополнительная зона, которая использовалась как кладовка, гардероб. Но при этом сегодня сюда заходишь, я просто офигел. Ну вы гляньте. С одной стороны это круто, то, что много пространства. С другой стороны это минус, так как квартира однокомнатная и при этом здесь еще нет балкона. Здесь должен стоять шкаф. Хотя пока шкафа нет, вроде как и пространства кажется больше. Потому что, представьте, будет стоять громоздкий шкаф. Но нужно по-любому будет делать вещи, складывать куда-то это все делать нужно. Ребята делали ремонт с вами. Елена говорит, вот моя работа. Никогда не клеила обои. Пошла волна. Воздух попал. Мы заходим с вами в основную комнату. И комната тоже большая. Она порядка 20 квадратов, если я не ошибаюсь. И она еще сделана интересно по окнам. Здесь такой, типа эркера. Здесь еще идут окошки. Сейчас здесь еще полного обустройства нет. Не хватает мебели. Все почему? Спрашиваю Елены. Ну как так? Чего может быть телевизор бы не хватало? Она говорит, да я здесь особо сейчас не живу. А все почему? Потому что проживает сейчас в Москве у мамы. Так как оттуда быстрее и удобнее добираться до работы. Вот так вот в жизни бывает. Покупаешь себе квартиру в ипотеке. А потом понимаешь, что бац, блин. А казалось бы, домкады здесь рукой подать. Как обычно рассказывают многие застройщики жилых комплексов. А когда сталкиваешься с этим, выясняется, что утром поехать до метро час. От метро до работы еще час. Но комната здесь действительно большая. Вот с точки зрения трафика это на самом деле очень важно. Зачастую люди могут поддаться соблазну, когда ты приехал. Вроде бы симпатичный дом, который тебя устраивает. Вроде бы хорошая планировка, которая тебя тоже устраивает. Но вот я неоднократно говорил, ребята. Прежде чем покупать квартиру, особенно если вы из регионов. Или уже проживали в каком-то районе. И вот нашли вроде бы неплохо. Здесь действительно все есть, все развито. Но я вам настоятельно рекомендую утром приехать сюда специально в будний день. И смоделировать ситуацию, что вы отправляетесь на работу. И засечь, сколько времени вы потратите от дома вашего до вашего офиса. Или там станции метро. План действий у них следующий. Было сделать здесь дополнительную небольшую перегородку искусственную. Здесь спальная зона. А здесь, например, они думали поставить какой-то диванчик. Возможно, телевизор поставят на эту сторону, на ту сторону. Ну, в общем, для того, чтобы можно было зону разделить. Отдых, может быть, рабочее место. Пока что думают, так как муж работает, она работает. И, соответственно, они вообще подумывают, а что им с этой квартирой делать. Так как территориальность с точки зрения поездок на работу их очень сильно смущает. Пойдемте с вами на кухню. Кухня тоже была частично переделана. Как она выглядела раньше, я вам выведу на экран. Кухня на самом деле не маленькая. Она примерно 11,5 квадратных метров. И ее действительно можно использовать как полноценно дополнительную комнату. Ну, как минимум комнату, где можно заночевать. Двери нету. Почему? Дверь открывалась вот туда. То есть, сюда было неудобно. Я говорю, а рассмотрите вариант установки дверей купешной. Так как пространства будет больше. Факт в том, что сейчас здесь все прям светло, уютно. На мой взгляд, довольно-таки добротно сделано. Сел, отобедал. Всей семьей можно подвинуть стол. Там друзья, родители приехали. В общем, места здесь действительно достаточно. 46 квадратов для однокомнатной квартиры, откровенно говоря, это много. Потому что очень часто встречаются двухкомнатные квартиры. Там в пятиэтажных, девятиэтажных домах, которые площадью 44-45 квадратных. То есть, малогабаритные. Балкончик будет, он будет мизерный. Но это тоже плюс, что он будет. А у кого-то может и не быть. Вот такая, ребята, реальная жизнь. 2020 год, ноябрь. Цена этой квартиры 4 миллиона 350 тысяч рублей. Задаю вопрос, сколько обходится коммуналка за проживание здесь? Примерно 5-6 тысяч рублей. А если, говорит, была бы машина, то нужно было бы платить плюс тысячу рублей за одно машиноместо. При этом прошлись, вот уже познакомились с людьми, человек рассказывает. За 150 рублей на ночь пускает охрана, тем самым колымет. То бишь, знаете, вот ты приезжаешь, свой дворик, уже народная молва доносит тебе интересную информацию. Честно скажу, двоякое впечатление, потому что, с одной стороны, вроде бы и неплохо. Опять же, если бы здесь была бы квартира двух-трехкомнатная с балкончиком, этажом выше, вроде бы неплохо. А с другой стороны, ну, понимаете, вот, живая ситуация. Человек проживает здесь, здесь купил, ездит на работу в Москву. Ну, полтора-два часа, ребята, туда и обратно. Соответственно, целый день это считает. Ты до работы едешь, ты работаешь, ты возвращаешься домой, помылся, поел, лег спать. Все, день закончился. При этом, покупать квартиру однокомнатную, схожую, да, ну, чуть меньшей площади, где-то на окраине, но внутри МКАДа, внутри МКАДа, поближе к метро, это 6,5-7,5 миллионов рублей. Но она будет без ремонта. То есть, в любом случае, придется что-то там доделать, переделать. Такие объявления вы сами можете посмотреть, найти. Но от себя бы, я бы сказал так, что, если возможность есть, то, конечно, лучше поднапрячься, ну, это, возможно, будет простая истина, но лучше поднапрячься и покупать именно в Москве. Во-первых, прописка московская, льготы. Ты внутри вышел, 15 минут в метро прыгнулась и пешочком, и поехал. Это гораздо комфортнее и удобнее. Первоначальный взнос, вот, 4 миллиона 350 тысяч рублей, сколько было у вас? 20 процентов. Это в деньгах? 900 тысяч. 900 тысяч рублей. Лен, вот такой вопрос, 900 тысяч рублей, как долго ты копила эти деньги? Пару лет супругом копили. Вместе скидывались, откладывали, собирали деньги. Я просто к чему? Вот ты, например, человек, который пожила в регионе, пусть ты пожила не так долго, ты пожила там до такого, скажем так, подросткового возраста, до 14 лет. Но в любом случае, наверное, какие-то у тебя друзья также переезжают в Москву. Вот многим интересно, кто-то получает дома сейчас 15-20 тысяч рублей, 10 тысяч рублей. В Москве доходы больше, в Москве гораздо больше движуху, но здесь огромный трафик, до работы добираться, еще что-то. Вот расскажи, какие ты видишь сложности на сегодняшний день по переезду в Москву? Во-первых, наверное, это суета, да, постоянно. И в Москве, ну, в основном люди работают. Работают, ну, у меня есть на этом подруги, которые снимают квартиру, работают там в банке, в мегафоне, еще где-то. И они очень много времени тратят, там, 9-10 часов они на работе, час-два они тратят на то, чтобы добраться до дома, ну, туда и плюс обратно еще час-два. Но на себя, на, там, на личную жизнь времени очень мало. Сколько в среднем плюс-минус друзья получают на подобных работах? 80-100, вот так. Средняя заплата на одного человека, при условии того, что он действительно много работает. Да. Допустим, снимать квартиру, это 30 тысяч, плюс там 5 коммуналка, да, там 2-3 до 5. Ну, плюс еще интернет. 40 тысяч в кругу даю. 40 тысяч плюс нужно питаться, питаться это, оно тоже 1020 идет, это уже 60 и 20 остается на какие-то там мелочи, на жизнь, причем, ну, всегда же есть какие-то подарки, дни рождения, новый год, 8 марта и это тоже достаточно много денег. И вот это нужно учитывать любому человеку, кто сейчас посмотрит и скажет, блин, а почему бы тоже не попробовать переехать? Поймите, когда ты получаешь 20 тысяч рублей, но ты не платишь за квартиру как минимум, а ты приезжаешь сюда, 80 тысяч рублей, в 4 раза зарплата вышла. Но пока ты за все везде заплатишь, а еще всякие непредвиденные ситуации, а вдруг заболел, лекарства какие-то купить надо, а вдруг кто-то затащил в какое-то кафе, соблазнов полно. Это не так, что в некоторых городах идешь, там ничего нет, да и никуда и не охота. На каждом углу чем-то пахнет, везде красиво, вкусно, аппетитно, хочется зайти кофе, чай попить. Деньги в любом случае улетают. Это ладно ты оплачиваешь жилье, так параллельно с этим еще нужно и копить, копить, копить на первоначальный взнос. Да. На сегодняшний день у тебя долг? 3,300. 3,300. Ставку вам поставили? 8,5. 8,5. Сколько у тебя ежемесячная платеж за эту квартиру? 39. А при этом ты снимала последний раз за 35? За 30. Таким образом, предыдущая квартира съемная обходилась вам в 32 тысячи рублей, сегодня 39 тысяч рублей, но это уже свое жилье. Да, ну плюс еще коммуналка опять, 5-6 тысяч. И вот сейчас начинается самое интересное. Купили вы ее в ноябре, пока заехали, пока косметический ремонт сделали, пожили. И выясняется то, что ты уже здесь не остаешься ночевать, когда муж уезжает по работе. Соответственно, ты едешь домой к маме. Потому что у мамы квартира-то в Москве, она снимает ее там, и там тебе до работы ближе. Там мне от двери до двери 30 минут. А здесь у тебя от двери до двери? Полтора часа. В один конец? В один конец. А если пораньше вставать, как всем, то все два. Да. Вы уже пожив здесь 4 месяца, подумываете о том, чтобы эту квартиру продать? Да. Я надеюсь за несколько лет расплатиться с ипотекой и, да, перебраться в Москву. Соответственно, вот вам, друзья, реальность. Вы иной раз говорите, что ты там эту Москву показываешь, там цены бешеные. Вот вам живой человек, невыдуманная история. С 15 лет приехал, трудится, работает. То есть, я не думаю, что кто-то из вас скажет, что тебе там папа, мама, я не знаю, квартиру покупают. Ну, в общем, содержат тебя, ты ни хрена не делаешь. Все здесь по-честному. Но возникает один хороший вопрос. Откуда деньги, Лена? Ты пойми правильно, я не пытаюсь лезть в твой карман. Но расскажи, чем ты в последнее время занимаешься, чем ты вообще зарабатываешь на жизнь? Мы занимаемся... Ну, начну сначала. Я работала больше 5 лет в Евросети. После этого я начала работать в... А, я еще работала, продавала театральные билеты по телефону. Может быть, кто-то сталкивался с этим. Когда звонит и говорит, здравствуйте, у нас вот проходит в театре, и там будет играть такой-то актер. Здравствуйте, да, я ваш там театральная фия. Сейчас расскажу про меня. Ага, значит, вот она, ты попалась. Ага, я понял, так. Вот, и после этого я начала работать в компании менеджером отдела по подбору персонала, занимающейся дезинфекцией. Год там проработала и поняла, что в принципе я могу и вместе с партнером, с другом сама осилить всю эту историю и начать работать сама на себе. То есть ты поработала в компании, которая занимается дезинфекцией, это травля, тараканы, крысы, грызуны, квартиры, офисы, дома, это вот все связано. Соответственно, вы решили взять за основу эту идею и пойти сделать свое. Да. Открыли ИП, сняли офис или как? Открыли ИП, сняли офис, наняли там сотрудников. Ну, поначалу сами всем занимались, потом со временем уже начинаем нанимать. ИП, сняли офис, наняли там сотрудников. Больше, больше нет уже, и теперь всего этих нету. Дом не очень благополучный, он не соленый, соответственно, по сейдым совершенно поферный, что тут происходит. Вот, я пытался там, да. Ну, конечно, я прекрасно понимаю, интересно, как можно за такую дожить ситуацию. Ну, я вот тоже умею. Вроде бы не самая умыдная, не чистоплотная семья. Это уже другой. А вот расскажи, сколько это примерно стоило по деньгам, вот так вот начать свой бизнес, взять чужую идею и, грубо говоря, реализовать ее под себя? В районе 700 тысяч у нас были расходы. А деньги вы эти брали, кредит или как? Нет, копили. То есть у вас были накопления, вы вот скинулись? Да, да, у него были, у меня. Сколько стоит, допустим, дезинфекция одной квартиры? В зависимости от ситуации, если она, допустим, для профилактики несколько, допустим, тараканчиков вы увидели, то однокомнатная квартира в районе 2500 рублей. Если там, ну, очень часто, к сожалению, да, приходят такие заказы, что там просто колоповник, тараканник, там кишит все, то такая обработка будет стоить там 10-12. Друзья, смотрите, в качестве благодарности на Елену оставим ссылку, у вас сайт, наверное, какой-то есть, в общем, напишешь все, что нужно. Если вдруг кто-то из вас проживает в Москве, в Московской области, дом, дача, офис и у вас живут мыши, с чем я вас не поздравляю, Елена может отправить бригаду, которая их конец. Сколько получается в месяц чистыми выводить сегодня на свой карман? Мы сейчас очень мало вводим на свой карман, потому что мы хотим расти, развиваться, масштабироваться, и поэтому, ну, около, там, 50. А муж у тебя занимается подобной услугой? Да, муж у меня тоже занимается дезинфекцией, но он занимается в регионах, он ездит по городам, Самары, Рязань. И он отдельно от тебя работает? То есть вы, как бы, не одна компания? Нет, нет. А как так получилось? Вы где-то порабочишь, что ли, познакомились? Да, мы работали в той компании, в месте, где как раз год я работала. Когда вы вместе травили мышей, у вас завязалась искра? Да. Типа того, да? Типа того. В каждом доме на планете есть насекомые. То есть у меня тоже сейчас кто-то там живет? В твоем доме 100%. Я его видела. А в современных новостройках? В современных новостройках? Ну, для того, чтобы, к примеру, да, как вообще таракан появляется, они могут там прибежать от соседа, можешь там, пронести в пакете там с продуктами домой. Для того, чтобы развилась целая колония, прям очень много, нужно 2-3 года. В новостройках сейчас, и вот если, допустим, у них есть мусоропровод работающий, то тогда уже может там начинаться зарождение, если там новый дом. На первом этаже везде разные кафешки, рестораны, магазины продуктовые. Ну вот, это же рассадит. И вот интересная особенность, которую очень сложно передать словами. Ты это ощущаешь как-то вот внутри душой. Казалось бы, мы буквально в 15 километрах от МКАДа. Ехать до Москвы без пробок не так далеко. По сути, точно такие же районы можно встретить и в Москве. Но вот здесь, знаете, здесь какая-то вот чуть-чуть другая душа. Здесь прямо такое ощущение, как будто ты действительно находишься в Московской области. Вот возле дома, да, огороженная территория. Рядом есть автобусный парк, при этом вот детство самое натуральное. Вы посмотрите, из палетов собран какой-то типа домика-шалаша, сделано слева-справа кирпичами. Девочка играет в дочке-матери. Соответственно, только что ребята приходили, куда-то они уехали, наверное, на работу. Я сейчас вот больше радуюсь, когда вижу вот такую картину. Вот ты отучилась в колледже, ты получила высшее образование, при этом ты работал официантом, ты работал в Евросети. Вопрос, хочешь спросить, а где высшее образование-то применить? Почему не пошла по специальности работать? Ну, я когда закончила, я училась на юриста и посмотрела, какие есть вакансии. Был помощник юриста за 25 тысяч, а я уже работала в Евросети и зарабатывала там 100 тысяч на тот момент. И поэтому подумала, ну, зачем? Потому что в Евросети тоже есть карьерный рост, ты можешь стать региональным директором, директором субфилиала, дорасти до зарплаты 500 и выше тысяч. Я сейчас могу со всей уверенностью сказать, что ты чувствуешь себя более чем комфортно. То есть, у тебя нет такого, что руки у тебя опускаются, кушать тебе нечего, ты не знаешь, как быть дальше, уже уехать бы отсюда. Ты видишь впереди у себя перспективы, видишь у себя развитие. Несмотря на то, что позади 2020 год, это пандемия, скачок цен, в любом случае, развитие у тебя идет. Да, ну, пандемия, конечно, она всех подкосила, мне кажется. Ну, вот лично у меня нет ни одного знакомого, который типа, ой, это мне на руку сыграл. Потому что все начали открывать там свои черные запасы. Ну, и мы также на этом на работе. Что касается меня лично, то да. Ну, мне 30 лет, мне же не 40, не 50. Нет, ну, все равно 30 лет ты молодая, тем не менее, видишь, уже как бы зашла в ипотеку, все равно уже что-то будет у тебя дальше. Тем более, как бы ценник у вас, в принципе, подъемный. И в твоем случае, что вероятность того, что вы доживете до того, что у вас там, допустим, бизнес не пошел, ну, к примеру, ты всегда сможешь найти оперативно себе работу. И вот эту ипотеку ты в любом случае сможешь себя закрывать. То есть, как бы, платеж у тебя не будет такой, что он тебя задушит. Да. Вот я хочу сделать акцент на том, что я готов приехать абсолютно в любое место, к любому человеку заснять, показать. Лишь бы это было актуально, это было жизненно. Как правило, я стараюсь отсеивать сюжеты, где человек говорит, у меня крупный бизнес, у меня есть деньги, хочу рассказать людям, как я этого всего добился. Зачем? Но это не очень интересно. А вот такое, что ты открыл маленький магазинчик, небольшой бизнес, работаешь на кого-то и потихоньку, потихоньку, потихоньку как-то растешь, вот это, на мой взгляд, интересней. При этом я знаю, что интересно было бы посмотреть на сюжет из серии, где человек рассказывает. Не пошло, все плохо, не получается, собираю вещи, уезжаю, и чтобы он это рассказал эмоционально. Но таких людей я еще пока не встретил. Как правило, куда ни приедем, у людей глаза горят, работа есть, готовы трудиться, находят способы, зарабатывают, развиваются и двигаются вперед, как и сегодня Елена. Поэтому, друзья, почту мою вы видите на экране, обязательно пишите, если готовы принять участие. Москва, Московская область, приезжаем без проблем. В неделе 7 дней, а в месяце 30 дней. Вопрос, сколько дней ты работаешь в неделю? 5-6. 5-6 дней, по сколько часов в день? Когда как? Ну, минимум 9-10. Минимум? Минимум, конечно. Вот таким образом у тебя 5-6 дней пролетает. Хорошо, а у тебя получается один выходной свободный. Вот мы с тобой сегодня разговаривали о том, что куча инфраструктуры, Москва, город, в котором все есть. Когда последний раз ходила в кафе, в ресторан, в кинотеатр, на каток, я не знаю. Ну, в общем, как-то ты проводила досуг, не сидя дома на диване, перед телевизором. Но на прошлых выходных я ездила к подруге, мы с ним гуляли в парке. Еще. Частенько вот удается куда-то выбраться, пойти погулять или просто времени на это не хватает? Пару выходных, наверное, в месяц. Это погулять в парк? Да, в кафе или в кино. То же самое. Этим вопросом я просто хочу подвести такой расклад. Очень часто люди, кто приезжают в Москву проездом и в любой другой крупный город из маленьких провинциальных городов, первое, что бросается в глаза, это, конечно, развитая инфраструктура. То, что везде все есть, красиво, здорово, театры, тут, не знаю, различные бани какие-то крутые, кафешки, рестораны. И думаешь, блин, во класс. Но потом начинается реальность. Ты понимаешь то, что ты работаешь по 9-10 часов в день. Приезжаешь домой в конце дня, ты вот такой. Поел, помылся, лег спать, проснулся, уже опять новый день. Когда приходит выходной, очень часто люди выбирают день отлежаться как минимум. А на второй день, вроде бы, да, можно куда-то пойти, но начинается. В кафе сегодня цены тоже нехилые. Прийти спокойно, вот так вот в хорошем месте, посидеть, поесть, что-то там уж выпить, это, я думаю, ну тысяч пять на двоих точно улетит. Плюс еще ты погуляешь, кофейку попьешь, чай попьешь, проезд, возможно, воспользуешься услугами такси. Таким образом, такой комфортный отдых, но без выпендрежа, может обойтись в копеечку. Друзья, отсюда делайте выводы. Лен, тебе огромное спасибо, что пригласила в гости. На самом деле, у вас здесь действительно уютно. Нужно, конечно, пожить вам здесь, потому что не хватает, знаешь, чего, души такой, что вот заходишь в комнату, видно, что вы еще как бы здесь не обжились. И вот, то есть, не хватает такой вот, какой домашнего тепла и уюта. 22 апреля в инстаграме канала, я открываю вам его, появится публикация, мы, наконец-то, поедем по регионам. Мы отправимся подальше от Москвы, познакомимся с людьми в интересный город. Он у вас у всех на слуху, но там человек покажет, как люди живут в регионах. Этот сюжет вам по-любому будет интересен и полезен. Поэтому подписывайтесь на канал прямо сейчас, чтобы не пропускать такие выпуски. Подписывайтесь на инстаграм канал, потому что там всегда выходят все анонсы, что мы снимаем, когда выйдет ролик. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, пишите ваши комментарии. До новых встреч всем. Пока-пока.